Начинаем нашу пресс-конференцию после матча «Файкл» в Сибирь. Славный тренер по угольному блогу «Сибирь-Новосибирск» Борис Сукалов. Вашему вниманию. Борис Алексеевич, как обычно, у нас вопросы после матча, а потом вопросы. Я поздравляю вас, болельщиков и всех, с победой. У вас был накануне день города, или день области. В чем вся ситуация, которую хотелось бы сказать вкратце? Ну, конечно, первый быстро забитый мяч, причем со стандарта. И тем более у команды, которая, по сути дела, не ободавит. Какими-то высокорослыми игроками, большинство игроков. Под метр восемь и столько. И забили на мяч, честно говоря, не ожидали. Мы, по-моему, вообще не первый мяч забили со стандарта. Мы это все прекрасно понимаем. Конечно, седьмая минута она немножко в каком-то плане выбила. Искали о том, о чем говорили, о чем разговаривали, на что настраивались. Когда такие игры очень сложно, допустим, как вам сказать, сложно вот в ситуации разрядиться, чтобы, допустим, взять в разы правления свои руки и как-то планомерно руководить. Конечно, 1-0. Нам надо атаковать. Нам нужны были, в общем-то, голевые моменты. Их, может, в первом тайме было немало. И мало было. И я прекрасно это понимаю. Потому что любая атака, которая была встречная, она все-таки таила в себе угрозы. Быстрый, подвижный нападающий. Ну, хоть и моменты были, но, к счастью, наши там ребята вовсе-то справлялись во втором тайме. И практически, к хорошему смыслу было, после того мяча за битву они возникли. Потому что 2-0. Надо больше было атаковать, надо рисковать. Мы выпускали еще одного игр об атаку. Мы убрали опорного полузащитника. Выпустили игру Беляева, который долго-долго не забивал. И он, наконец-то, сегодня забил. При счете 2-1 имели стопроцентный момент. И, пожалуй, можно было и сравнять. Это за то, что футбол такой мог бы там не забить. И мы могли бы в этом отношении забить. Но, все-таки, по тому, как сегодня упорбитован факел, конечно, у них и ротация, и игроков больше можно заменить. Мы, по сути дела, играем одним составом на протяжении уже определенного уровня. И у нас любая потеря для нас, в общем-то, я считаю, серьезная. И даже в этой игре не было по обстоятельствам семейного Харитонова, который, естественно, мы, конечно, дельбы, добавил несколько по-другому. Мы в этом отношении выделили. Это, конечно, отразилось на сегодняшнем матче. Но футбол такой, что факел стоял за нами. Вот. И ему надо было, безусловно, прицеп болельщика сделать все то, что возможно, то, чего он, собственно говоря, добился. Могу сказать, что была игра рана, но она была боевая. Вот. Чтобы там кто-то кому-то в этом отношении выступал, такого нет. Может, какие-то были, по голевым моментам были, конечно, больше факела, но нам приходилось рисковать и по-другому футболу. Мы взяли, что могли быть закрытыми при каком-то счете, который нас не устраивал. Поэтому, конечно, мы и оголяли. И, конечно, нам нужно было где-то допускать меньше в этом отношении брака. Это было, как привело к второму мячу. Брак, который пришел вообще с половины поля соперника. Вот чем мы закончили. Хотели уже концовки еще вышел. Еще один вышел совсем молодой нападающий. Но что-то можно было выжать, но, к сожалению, времени уже было мало. Все. Значит, такое ощущение сложилось, что немножко свежести в вашей команде не хватило в движениях. Ну, не знаю, что мы говорим. Да, понимаю вас. Вы понимаете, что игры проходят очень сжато, как бы там ни было. Мы сейчас будем день лететь, день восстанавливаться. Наш день уходит на перелеты. У нас не получается дома, хорошо, когда мы где-то имеем лишний день. Сейчас мы еще прилетим. И опять надо восстанавливаться. И у нас очень маленькие. Хотя у нас есть команда Сибирь-2. И там есть молодые ребята. Но, чтобы их подпускать как можно больше вводить в игру, безусловно, для них просто необходимо, ну как сказать, какой-то очковый запас. Потому что, ну, выпускать молодежь у нее постоянно, хотя вот сегодня вышел там Азаров, который мог мяч забить. И там Ларенц выходит. Здесь у нас ребята. Ну, таких вот, по сути дела, мастеровитых, которые у нас сегодня комплектованы в Воронеже, у нас нету. Я просто со многими игроками здесь работаю в разных командах. Я их знаю. И Сипанца, и Самсонова, и Могилевского. Многих тут игроков знаю. Вот здесь очень опытные игроки. Ну, еще то, что два Сибиряка, которые один был в прошлом году признан свежим лучшим. По версии болельщиков, здесь играет и Горбов, который был капитаном команды Сибири-2, и здесь играет очень хорошо. Нет, у нас пока, пока на сегодняшний день мы вот эту глубину не имеем. Поэтому у нас следующий матч, и Байкал, и потом пойдет у нас Зенит-2. Везде будет борьба, везде будет, везде будем стараться выцарапать очки. То, о чем вы говорите, связано с материальными возможностями? Ну, понимаете, во-первых, дело в том, что скоротечный был переход от одного чемпионата к другому, это раз. Во-вторых, нам не удалось заявить еще одного нападающего болгарина. У нас играет один Житник, понимаете. У нас впереди один Житник. Один. У вас Касьян, у вас Заболотный, у вас Бирюков, у вас Турик, у вас Альшин может играть. У нас один Житник играет. Вот. Как вам игра свежого сегодня? Ну, знаете, я, конечно, больше смотрел за своими игроками, которые, в общем-то, есть. Ну, свежого, очень ярко играл в Новосибирске. Вот. Я думаю, что его лучшие игры здесь еще впереди. Потому что это, на самом деле, воспитатель московского «Динамо», одаренный и неуступчивый, и чисто любви парень, я думаю, он еще покажет себя здесь. Хорошо. Павел Пантелеич, как традиционно, после матча вы комментарии с вас? Потом будут вопросы. Ну, во-первых, хочу всех поздравить с победой, поблагодарить ребят за проделанную качественную работу в сегодняшней игре. Хочу сказать, что команда «Сибирь» очень хорошего уровня. Команда, которая укомплектована опытными игроками, которые где-то, наверное, процентов 70 из них выступали на уровне премьер-лиги. И чувствуется по организации игры, по организации игры, что тренерская команда все сбалансированная, ровная, опытная. Именно это заслуга Бориса Алексеевича. То, что команда играет в футбол. И сегодня, наверное, интересная игра была для зрителей на встречных курсах. Если брать по содержанию игры, то претензии у меня есть в группе атаки. В группе атаки по пропущенному мячу есть замечания. Ну, разберемся. А так, сегодня провели очень хорошую игру. Претензия заключается в следующем. Очень много мы создали моментов. Наверное, не в одной игре создали много моментов. Хороших скоростных атак. Было много. Хороший переход от обороны к атаке. Ну, вот не хватало в концовке. В принятии решения и в исполнении. Что в первом тайме, что во втором. Пропустив совершенно не обязательно такой в тактическом плане ошибка была. Галили зону. Пропустили мяч, применяя преимущество в игре. И устроили себе нервную концовку. Ну, хотя и в концовке обязаны у Курова забивать третий мяч и снять все вопросы. По качеству игры и по результату, естественно, что меня удовлетворили. Сложилось ощущение, что сегодня не лучший матч провели, а опорники с Рижов и Мурнин. От них мало основных исходило. И в отборе не внести. Ну, в отборе, если брать отбор, то здесь вменялось им в обязанности. В определенных игровых ситуациях они должны были тоже участвовать в отборе. Но здесь в большей степени у нас за центральную зону, именно за опорную зону в плане отбора, в плане страховки крайних защитников, в большей степени отвечал Бикетов. Но, к великому сожалению, травма, и вышел Дутов на эту позицию. Что касаемо, я с вами немножко не соглашусь. У них задание было разгонять атаки, и, в принципе, они хорошо разгоняли. Андрей сыграл, с моей точки зрения, хорошую игру. Практически без потерь. В подыгрыше старался и вести игру. И регулировали они со снижением темп игры, направление атак. Здесь, в этом плане, я считаю, что они на уровне сыграли. Снижев набрал уже свои оптимальные? Я думаю, нет. Я думаю, нет, еще не набрал. Хотя уже пора, уже по всем срокам, уже пора набрать ему все. Но здесь, я скажу, что у него такая манера, манера игры. Он где-то на паузах, все. Хотя это не совсем идет на пользу в некоторых моментах. Если он еще быстрит игру, то быстрит игру в средней части игры. Он принесет гораздо больше пользы команде. Что с Шаховым и Бекетовым? Ну, у Бекетов, однозначно, у него надрыв задней поверхности бедра. У Шахова тоже близка к этому ситуация. Но только через день, через два, когда пройдут они медицинское обследование. Ну, Шахов, в частности. Возможно, возможно, что у него просто спазмировалась мышца. В эпизоде, когда его сбивали на линии штрафной, там, где в штрафной уже. Все спазмировалась мышца. Если более серьезно, то у нас возникнут уже большие проблемы. Центральный защитник, центральный полузащитник. Ко всему у нас с такого же рода травмой и гриднем еще. Здесь, по центральной силе, у нас в следующей игре будут возникать проблемы. Ну, будем внутренние резервы искать и выходить к этой ситуации. Бурнаш сегодня в основе вышел вместо Могилевского, вместе с Шаховым на эту позицию, да? То есть, это, наверное, не совсем его позиция. К флангу ближе. Ну, в принципе, он играет, он играет, и флангово может сыграть, и в середине. Здесь мы учитывали фактор того, что впереди у них быстрый очень... ...жидник. ...жидник, центральный нападающий. И со второй позиции здесь смещался тоже очень быстрый Мягибин. И мы учитывали этот фактор. И с учетом того, что выше скоростные качества у Бурнаша, чем у Могилевского, вот этим фактором руководствовались. Но я считаю, что он сыграл достаточно уверенно. Кроме одного эпизода в первом тайме, при стандартном положении, выпустил своего подопечного Чеботару, когда в мяч в штангу попал. И его игрок завершал атаку. А так и в плане отбора, и в плане начала развития атаки неплохо для того, что он только вливается в основной состав, все это сыграл атаку. То есть Бигетов, скорее всего, к следующему матчу готовиться не будет, да? Предварительно? Ну, я близок к этому, что недели на две он будет.